Привет, друзья, подписчики канала, зрители этого канала, с вами я, Эд Скрайбер. А, наверное, вам нравятся телефоны за недорого, ну и чтобы там все было. Хороший процессор, двойная камера, NFC, LTE, чтобы везде работало, ну и чтобы все было дешево. А, знаете, есть такой, Nubia Z17 Mini, и сегодня будет у нас на него обзор. Сначала распаковка. Вот такая стильная коробочка. Красная линия подчеркивает общую концепцию дизайна Nubia, очень стильно, красиво. Внутри мы видим фирменная наклейка, очень круто выглядит. Можно повесить себе на задний бампер, ну или там на ноутбук, куда хотите. Всякие там бумажки. Красивая очень скрепочка, фирменный стиль прослеживается и здесь, это очень круто. И смотрите, все как красиво упаковано. Реально Nubia думает о людях. Это вот шнур, зарядка на 5 вольт 2 ампера. И еще продавец положил сюда переходник на вилку, переходник с microUSB на USB Type-C. Кстати, очень нужная вещь сейчас. Стекляшечку и прозрачный силиконовый чехол. Силиконовый чехол очень хорошего качества и он очень хорошо закрывает телефон. Продавец оказался щедрым. Сразу хочу показать лоток под сим-карту. Тут вариант 2 nano-симки или 1 nano-sim и 1 microSD. Перейдем в скрайб-обзор. Экран с диагональю 5,2 дюймов, что на данный момент уже является редкостью. Учитывая современную тенденцию, 2,5D стекло, Gorilla Glass, олеофобное покрытие, честно скажу, так себе. Я бы сказал даже, что оно ниже среднего уровня. Отпечатки пальцев появляются сразу же. Экран Full HD разрешения, 424 ppi. Видны даже самые мелкие детали. А экран хороший. Хорошие углы обзора. Но это для того, если вы смотрите на свой телефон под углом. Ну, в смысле, если у вас есть такая привычка. Беспроводные модули связи. LTE в разных бендах. 7, 20 и 40 присутствуют. Значит, все будет отлично. 4G будет работать везде. Bluetooth 4.2. Есть встроенное радио. Кстати, многих это порадует. GPS. Значит, можно пользоваться как навигатором. Ну и встроен к нашей радости модуль NFC. Я его проверил. Вначале он не работал, но после некоторых манипуляций все заработало. Подробнее о том, что нужно сделать, я покажу дальше в обзоре. Цвета обычный черный. Черный с золотыми вставками. Красный и золотистый, как в нашем случае. Передняя часть у нас белая. Операционка Android 6.0.1. Меня это нисколько не напрягает. Ибо все работает без проблем. И отлично. Все, что нужно, есть. Прикрыта она фирменной оболочкой Nubia UI 4.0. Честно сказать, она очень похожа на MIUI. Но с некоторыми отличиями. Если вы переходите с MIUI на Nubia UI, то, классный такой разговор получается, то проблем никаких нет. Камеры здесь две по 13 Мп от Sony IMX 258. Одна цветная, одна черно-белая с диафрагмой F2.2. Закрыты эти линзы с сапфировым покрытием. Это очень хорошо, значит камера не будет царапаться. Для фотосъемки есть куча настроек и о них немного попозже в обзоре. Видео снимает 4К и снимает неплохо. Фронталка на 16 Мп с диафрагмой F2.0. Качество фото отличное. Снимает в Full HD разрешении. Примеры и фото, и видео, как я уже сказал, вы увидите дальше. За производительную часть отвечает 652-й Snapdragon. А в старшей версии этого телефона стоит 653-й Snapdragon. И то, что здесь стоят вот эти два процессора, это хороший плюс. Потому что в предыдущем телефоне Nubia Z11 Mini стоял 625-й Snapdragon. А 652-й Snapdragon мощнее на 20 000 бэмчмарок. За видео отвечает Adreno 510. Конфигурация этого телефона 4.64 или 6.64. В нашем случае первый вариант. И давайте посмотрим, что эта комбинация выбивает в Antutu. 83 000 бэмчмарок. Очень-очень неплохо. Как он играет в игре, далее в обзоре. Поддерживаемые интерфейсы. Миниджек, USB Type-C и OTG. Звук. В данной ценовой категории это одно из самых лучших звучаний с одной колонки телефона. Nubia здесь, честно сказать, не подвели. В наушниках звук вообще супер. Отпечаток пальцев шустрый. Ну, ничего не сказать. Батарея вот здесь небольшая проблемка. Потому что она на 2950 мАч. Для современного мира это, наверное, уже мало. Но для активной работы она будет дотягивать до конца дня. А конкуренты этого телефона Xiaomi Mi 5S. Цены этого телефона 186 долларов или 14 200 рублей. На самом деле, мне кажется, это хорошая адекватная цена. Все ссылочки в описании и в комментариях. Друзья, я для вас нахожу продавцов, которые не кидают. Поэтому покупайте именно у этих продавцов. Плюсы и минусы этого телефона. Первый плюс это его фронтальная камера. Она действительно хороша. Второй плюс основная камера тоже хороша. Третий фирменный и узнаваемый стиль Nubia. Ее такой самобытный дизайн. Четвертый плюс NFC есть. Для современных телефонов это уже как бы данность. И пятый здесь хороший звук. Это тоже круто. Из минусов. Маленький объем батареи. Хотелось бы побольше. Ну и второе. Портретный режим справляется не всегда корректно. Но иногда получаются достойные снимки. Если вам нравится такая идея с рисованием. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. И все будет ок. Примеры фото. Фото получается сочными. Яркими. При увеличении мы видим достойную детализацию. В ночном режиме мы тоже видим достаточно неплохой результат. В портретном режиме он иногда ошибается. Но вот смотрите. В данном случае с первого раза, с первого снимка получилось все почти что ок. И на самом деле даже давайте приблизим. И мы видим очень классный результат. А селфи камера тоже очень достойна. Смотрите. Давайте приблизим. И видим отлично. Наверное это премия камерафон года. Но это не точно. Перейдем к внешнему виду. Но честно сказать здесь все понятно. Особо ничего не могу сказать. Просто скажу, что цельнометаллический корпус. И он очень красивый. Друзья, была у меня следующая проблема. Клавиатура была русская. Но после обновления русский исчез. И проблема эта решается очень просто. Сбрасываем все настройки в ноль. Потом смотрим на клавиатуру. Если она работает. Если телефон попросит обновления. Обновляемся до последней версии. И все. Проблема решена. А если вам нужен небольшой смарт. То это как раз он. Он идеально лежит в руке. Очень удобен. Кнопки имеют подсветку. Кругляш светится. Если пропущенный звонок. СМС. Или какие-то другие сообщения. Ну выглядит прям вот очень стильно. Настройки здесь можно менять по-разному. Как вам хочется. Классная функция мультизадачность. Вызывается она свайпом снизу. И на двух экранах вы можете выбирать разные программы. Работать в них. И на самом деле это очень круто. Очень удобно. Также есть различные жесты. Но я честно говоря ими не пользуюсь. Настройки фото. Здесь настройки просто навалом. HD режим. Версия для Pro. Где вы сможете настроить отдельно ISO. Экспозицию. Фокус. Ну все просто можете настроить. Без проблем. И профессионально снимать. Если у вас есть даже штатив. Вы можете делать ночные фото. И они будут отличнейшего качества. Это значит замедленная съемка. 3D съемка. Таймлэпс. Ну в общем всего навалом. Что хотите можно снимать. Очень классно. Красиво оформлен плеер. Здесь есть различные небольшие настройки. Басы там. Ну и так далее. Как настроить NFC. Как я вам уже говорил. Вначале у меня NFC не работало. Значит заходим в настройки. Приложение. Выбираем Android Pay. Прокручиваем вниз. Различные разрешения. Здесь ставим на всякий случай все галочки. После этого выходим. И обновляемся до последней версии. Вот когда я произвел эту комбинацию. NFC у меня заработало. И все круто. Работает на ура. Ну что друзья. Сейчас снимаем мы на основную камеру. Ну без 17 мини. Чтобы немножко могли оценить качество. Пишем мы сейчас в 4К. Конечно это немножко пост обработка. Самого YouTube. И так далее. Но в целом вы можете видеть картинку. Понимать как она есть. А звук мы сейчас пишем непосредственно на телефон. В прошлый раз вы говорили. Что я писал звук на видеокамеру. Это так и было. Я не скрывал. Но сейчас пишем именно на телефон. Чтобы вы могли видеть звучание. Поэтому может быть чуть-чуть громче говорю. И чем нужно. А сейчас друзья. Пишем непосредственно на фронталочку. Тоже чтобы вы видели приблизительную картинку. Как она выглядит. На самом деле я впечатлен фронталочкой. Это очень классно она снимает. Ну и что некоторые выводы по поводу этого телефона. На самом деле мне все понравилось в этом телефоне. Реально вот если честно. Я захотел сам себе этот телефон. Потому что здесь есть все. Классная камера. Классная фронталка. Если что необходимо. Она спасает. Есть тут NFC. Классный процессор. В принципе в игре будет играть года два. Наверное вообще еще спокойно. Без всяких проблем. На максимальных настройках. Я не знаю. Что еще нужно. Классно лежит в руке. Потому что сейчас Xiaomi все новые здоровые. Все большие. Этот небольшого формата такого. Ну и за 14 тысяч рублей или 186 долларов. Это один из самых правильных аппаратов мне кажется на рынке. Потому что вот именно все воткнули. Все что нужно для человека. Чтобы все классно работало. Если вы не какой-то супер профи там супер спец каких-то вот в этих камерах. Вы не поймете сильно разницу. Что там кто-то говорит плохая камера там хуже чем у Z11. Не поймете вы эту разницу. Если вы будете вот не будете прямо специально во всем этом разбираться. Вот прям до мелочей тыкаться. Вы просто эту разницу не почувствуете. Поэтому камера мне понравилась. Камера прикольная. Вот. И знаете. Да. Да. Действительно я захотел себе этот телефон. Он реально крут. И мне в нем все устраивает. Я оставлю ссылочки в описании этого телефона и Nubia Z11 флагман. Но их прошлогодний флагман. Потому что на него скидки большие. Поэтому тоже приглядитесь. И за эту цену сейчас он очень классно предлагает. Очень-очень хорошие характеристики за эту цену. Друзья. С вами был я. Эдскрайбер. Подписывайтесь на мой канал. Вы об этом никогда не пожалеете. Все будет ок. Пока. До следующих видосов. Субтитры сделал DimaTorzok